Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Обсудили актуальные темы В Лиде прошло августовское педагогическое совещание Те задачи, которые ставились главой государства Александром Григорьевичем Лукашенко И министром Грилосичем Карпенко на педагогическом совете в городе Минске Они будут внедряться в систему работы Лицкого района В целях повышения эффективности работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних Накануне нового учебного года школы получили паспорта дорожной безопасности В течение учебного года информация в паспортах безопасности школ будет обновляться Присоединился к благотворительной акции «Соберем детей в школу» Коллектив Лицкого телерадиообъединения преподнес подарок своей подопечной Кате Лукьян Мне очень приятно, что вы подарили мне подарки Я с радостью прихожу на Лицкое телевидение Республиканский педсовет продолжился в регионах В Лиде прошло августовское совещание Участие в котором приняли представители всех учреждений образования региона Неделю назад президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с педагогами страны Расставил акценты в их работе на ближайший учебный год и перспективу Сегодня о том, как будет работать система образования личины с учетом поставленных задач Обсуждали наши учителя Подробности у Ольги Борисевич Женевинская нарада для педагогов С одного боку подсумывание минулогодних выников А с другого – вызначение вершинь, до яких еще необходимо мкнуться Система адукации личины уже не один год у ликулепших не только на Гродинщине, а и в Беларуси Что год наши школьники показывают выдатные выники у олимпиадным руху Весной из республиканских олимпиады не привезли 16 дипломов Отримливают высокие баллы на централизованном тестировании Селита на их рахунку 700-бальных сертификатов И поступают у высшейшей научной установы В этом году свыше 68% выпускников стали студентами Мают сличане так само досягнение у творчости и спорта Мы не утеряли лидирующие позиции в олимпиадном движении У нас достаточно хорошее количество результатов на республиканском уровне Помимо этого, централизованное тестирование, которое делает определенный срез работы педагогов района Показывает, что мы снова лучшие У нас 700-бальных результатов И по 10 из 13 предметов у нас показатель высшей областной Прошлый год был для нас очень продуктивным Об этом говорят результаты Однозначно он начался с того, что наш педагог дополнительного образования Веретила Сергей Евгеньевич Стал лучшим в республике на конкурсе педагогов дополнительного образования Также у нас педагог-организатор в конкурсе республиканского супервожата тоже заняла призовое место Это что касается достижений педагогических кадров Досягнение есть и в учнях лидских установ адукации и у педагогов Свой передовый опыт сегодня не презентовали коллегам на выставе Определенно опыт накоплен все-таки большой Потому что этот опыт позволил нам победить на республиканском конкурсе супервожата И хотя это была и номинация Опыт работы до трех лет Однако вместе у нас наша копилка была отмечена как на областном, так и на республиканском уровне Сценарная копилка И я думаю, что все-таки имеет место говорить о том, что опыт у нас все-таки есть Ежегодно достаточно большой процент выпускников нашего учреждения образования поступает на педагогические специальности Учитывая данную тенденцию, в этом году мы приняли решение об открытии педагогической группы на базе профильного класса Педагоги, которые будут работать в данном классе, имеют большой опыт И мы надеемся, они передадут свой богатый опыт нашим выпускникам Одны педагоги презентовали свой опыт на выставе, другие со сцены Гуторка ишла про повышение якости эдукации, розная форма организации работы с дошколятами Роли установки додатковой эдукации Формирование новоциной культуры школьников Забеспечение беспеки подлетков в интернете На Женевинской нараде было охучено, что с 1 вересня Бярозовская гимназия изменит свой статус и станет первой Бярозовской школой А в 4 квартале у Лидии в микрорайоне индустриальный пошнет собудовництво нового детячого сада на 230 мест Вели гуторку педагоги о проблемных пытаниях системы эдукации личины, которые необходимо выращивать Увага, вя домашь была засероджена и на акцентах, сделанных президентом на республиканском педсовете Те задачи, которые оставились главой государства Александром Григорьевичем Лукашенко и министром Игорь Васильевичем Карпенко На педагогическом совете в городе Минске Они будут внедряться в систему работы Лидского района и выполняться Однозначно, что модернизация будет идти начиная с учебных программ Она уже идет в системе образования и учебников Но тем не менее, есть ключевые аспекты, на которые мы уже обратили внимание педагогов И будем работать в новом учебном году Помимо этого, акценты делались на те моменты в обучении и воспитании Где Лидский район просил в прошлом году немножко, скажем, это некрасивое слово Но тем не менее, оно так и есть Мы хоть и лидируем в олимпиадном движении, но стали уступать городу Гродно в нем У нас есть определенные тенденции нехорошие в направлении, скажем, позитивного отношения к жизни учащихся В идеологических аспектах и вопросах Повышение уровня правонарушений среди несовершеннолетних Хотя удельный вес в целом у нас невысок, если брать срез районов Но тем не менее, на все это необходимо обратить внимание педагогу Поскольку глава государства акцентировал, что ключевая роль все-таки в обществе Это роль педагога Педагог должен жить с ученика Но я понимаю, что глава государства, конечно же, говорил в первую очередь о классном руководителе Как о педагоге, который должен знать жизнь каждого ученика, жить ею и стремиться его менять к лучшему Но педагогам-предметникам, у которых нет классного руководства, у них также широкий спектр задач Начиная от методической работы, совершенствование ее, заканчивая подготовкой призеров в исследовательских конкурсах, в олимпиадах Здесь у нас также большое поле работы на будущий год Обмеркование, кем чинам будут реализовываться поставленные задачи, педагоги почали на Жневинской нараде Протягнуть Женны его завтра на школьных педсоветах Сегодня же, кроме серьезных моментов, на мероприемстве БУ Рачисти Уручение у Знагород лучшим педагогам Литчины Гоноровую грамоту Министерства Адукации отримал директор 1-й Литской школы Сергей Фанасов У педагоги сегодня уже 25 лет 16 из них на керующей посаде Особливый его гонор педагоги и учни Награда директора школы – это награда всего коллектива школы Потому что труд коллектива в первую очередь отображается на труде директора И я хочу сегодня поздравить свой коллектив Поздравить всех педагогов Литчины С началом нового учебного года Пожелать творчества, пожелать бодрости и сил Благодарных учеников Гоноровую грамоту Министерства Адукации отримал сегодня и директор Литского районного центра технической творчества Валерий Грабовский Его працонный стаж – 31 год И в весь этот час Валерий Адамович мкнулся до развития новых направлений Так, в минулом научном году в центре технической творчества был открытый гурток робототехники для подлетков 11-13 годов Есть такая возможность переосмыслить все, что было сделано до того Поработать над ошибками, которые есть в любой нашей работе И дальше двигаться в этом направлении Развивать техническое творчество в Министерском районе Среди учащихся и учащихся молодежи Для этого мы совместно с коллективом Работаем над повышением уровня материальной базы наших объединений по интересам Открываем новое направление деятельности, которое востребовано на сегодняшний день Как учащимся, так и их законными представителями Будем в дальнейшем еще развивать спортивно-техническое направление, которое нам приносит результат Вот буквально два дня назад мы вернулись в чемпионаты Европы Где наш воспитанник, впервые за всю историю ракетомодельного спорта Беларуси Стал чемпионом Европы по ракетомодельному спорту Грамотой Министерства Дукация значена праза директора Лицкого районного центра творчества детей и молоди Галины Ганчар И наставница химии 17-й школы Жанны Лябецкой Жанна Степановна педагогица 30 годов Я на мая десятки переможцев и призеров областных и республиканских олимпиад И множество ученых, которым химия допомогла сделать профессийный выбор Конечно, грамота-то очень значима для меня Потому что мои педагоги, которые меня учили, все свои силы, знания вложили в меня Я стараюсь идти по их стопам и вложить, передать все знания своим детям Школа у нас творческая, дети творческие, очень много умных детей Поэтому мне повезло в этом плане Я постараюсь в дальнейшем не становиться достигнутым Гоноровые грамоты, подячные письма и дипломы Розного узровня сегодня отримали больше за 70 педагогов лечения Усеяный приклад для молодых специалистов А их все лето влилось в великую наставницкую семью нашего региону 74 В пятницу и молодые опытные педагоги сострадутся со своими учнями Рихтующиеся до нового научного года не обовязково будут скрываться парадами, которые отримали на Жневинской педагогической нараде Торжественные линейки, посвященные началу учебного года в школах Литчины пройдут в пятницу 1 сентября В этом году получать знания в учреждениях образования региона будут чуть более 14 тысяч школьников Полторы тысячи из них – первоклассники Уроки в школах Лиды и Литского района, где дети учатся в одну смену будут начинаться в 9 часов Там, где занятия будут организованы в две смены Когда утром зазвенит звонок, определяет руководитель учреждения по согласованию с его советом В учреждениях образования Беларуси появились паспорта дорожной безопасности На Литчине накануне нового учебного года их получили все школы города и района Главная цель такого новшества – обеспечение безопасного пребывания детей и повышение эффективности работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних Работа над созданием паспортов дорожной безопасности велась в течение лета Сотрудники ГАИ проводили обследование школ, детских садов и учреждений дополнительного образования и собирали необходимую информацию согласно методическим рекомендациям по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма разработанным управлением ГАИ Министерства внутренних дел и Международным детским фондом ООН ЮНИСЕФ Перед началом учебного года проделана определенная работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма В эту работу были включены обследования после которых разработаны и заполнены акты также все было направлено для создания паспортов безопасности учебных заведений на каждое учебное заведение региона был разработан и собран свой паспорт безопасности в который включена информация о руководстве школы наличии уголка безопасности либо площадки безопасности также при наличии в школах региона автобусов которые доставляют детей на учебу и отвозят по домам информация об автобусе о водителе и вся необходимая техническая документация вся собранная информация направлена на слаженное и скоординированное взаимодействие между сотрудником органов внутренних дел и отделом образования а также родительскими комитетами и остальными организациями заинтересованными в профилактике детского дорожного транспортного травматизма в течение учебного года информация в паспортах безопасности школ будет обновляться будет дополнена по мере необходимости и все это естественно направлено на усовершенствование работы по уменьшению детского дорожного транспортного травматизма коллектив Лицкого телерадиообъединения присоединился к благотворительной акции соберем детей в школу накануне 1 сентября он пригласил в гости Катю Лукьян девочку с которой его связывает многолетняя дружба она родилась в новогоднюю ночь 2005 года когда в эфир вышла первая программа Лицкого телевидения с тех пор Катя и наш коллектив вместе отмечают день рождения а семь лет назад стала традицией встречаться еще и накануне 1 сентября когда девочка была младше телевизионщики приезжали к ней в гости с подарками сейчас она сама приходит в редакцию и обязательно приносит с собой что-то сделанное своими руками сегодня Катя снова принимала поздравления с началом нового учебного года я очень весело провела лето мы с мамой вместе ездили в Минск катались на колесе обозрения ходили в дельфинарий мы с мамой ездили вместе в поход на Неман жгли костры ночевали в палатках было очень весело в школу мне не очень хочется но я хочу повысить свои оценки и записаться на кружок модельеров чтобы научиться шить одежду и мне очень приятно что вы подарили мне подарки я с радостью прихожу на Лицкое телевидение Катя Лукьян учится в 11-й Лицкой школе в этом году она пойдет в 7-й класс из всех предметов девочка больше всего любит русскую литературу свои творческие способности Катя уже 6 лет развивает в детской художественной школе искусств кстати к своему следующему визиту она возможно подготовит для нашего коллектива сюрприз для этого у девочки есть 4 месяца ведь дата встречи 31 декабря уже почти 13 лет не меняется продолжаем выпуск в отношении 43-летнего жителя агрогородка Йотки Третьяковского сельсовета возбуждено уголовное дело за убийство отца известно что в понедельник 28 августа между родственниками возник конфликт после чего сын начал избивать своего 72-летнего отца в результате полученных травм пенсионер скончался на данный момент подозреваемый задержан и дает признательные показания 72-летний пенсионер последнее время много болел и самостоятельно не передвигался время от времени уход за ним осуществлял сын который употреблял спиртными напитками мужчина не так давно заказировался но до конца побороть пагубную привычку так и не смог снова употребив алкоголь он затеял с отцом ссором на почве того что последний высказал ему претензии относительно его состояния избить пенсионера мужчина покинул жилище и пришел лишь к утру к этому времени несчастный уже не дышал не подозревая что это его рук дело сын обратился в сельский совет и сообщил о смерти отца на место прибыл участковый инспектор милиции обративший внимание на телесное повреждение усопшего вскоре стало понятно что пенсионер бы еще пожил не попади он под горячую руку любителя выпить уголовное дело возбуждено по статье убийства приставилого лица совершенное с особой жестокостью в беларуси в последние дни лета сотрудники всех отделов внутренних дел на транспорте проводят комплекс специальных мероприятий по обеспечению безопасности на железной дороге и вблизи нее пристальное внимание они уделяют общественному порядку и личной и имущественной безопасности также правоохранители проводят рейдовые мероприятия по выявлению водителей и пешеходов которые нарушают правила пересечения железнодорожных путей за истекший период времени 2017 года на объектах ЖД транспорта по Гронинской области произошло 8 случаев травмирования граждан трех случаев граждане погибли пяти получили различные степени тяжести повреждения будет проводиться усиленная отработка ЖД переездов например выявление нарушения правил проезда ЖД переездов а также отработаны перегоны например выявление нарушений правил прохода железнодорожных путей уважаемые граждане будет длительным при нахождении объектов транспорта 1 сентября в нашей республике откроется сезон охоты на бобра и выдру он продлится по 31 марта следующего года при охоте на бобра и выдру разрешается использовать нарезной гладкостволь охотничьи ружья а также охотничьи луки и арбалеты во время безружейной охоты используются капканы ловушки охотничьи собаки всех пород кроме гонщих и борзых для добычи норки американские и андатры применяются только капканы и ловушки у меня все если вы что-то пропустили загляните на наш сайт tv-de-fis-lida.by там же можно оформить заявку на музыкальное поздравление в программе день варенья и ваше поздравление и оплатить ее кстати в первый день осени стартует шестой тур рекламной игры лицкого телевидения удачное поздравление участников которой ждут призы от наших партнеров чтобы принять участие в их розыгрыше нужно заказать музыкальное поздравление в сентябре не упустите свою удачу до свидания музыка партнер программы события лицкий хлебозавод всегда ароматная и свежая продукция выпеченная с любовью по традиционным и новым рецептам музыка лицкий хлебозавод лидский хлебозавод музыка музыка Субтитры создавал DimaTorzok